Всем привет! На днях у меня под рукой оказались два процессора, AMD Ryzen 5 3600 и Intel Core i5 9600. Две бушующие стихии, так сказать. Оба процессора относятся к среднему сегменту игровых камней, и сегодня, как вы поняли, мы посмотрим на их цены. Посмотрим на тесты в играх, и каждый сможет сделать для себя вывод, кто опять кого уделал, красные или синие. А перед тем, как мы с вами перейдем к обзору процессоров, не забудьте подписаться на канал и жмакнуть колокольчик. Для вас это секунда делов, а мне будет приятно. Также пишите в комментариях, чего не хватает в таких роликах. Возможно, вы бы хотели увидеть что-то еще. Ну что ж, погнали. Intel Core i5 9600 обойдется нам в сетелинке в 16700 рублей, в то время как Ryzen 5 3600 стоит немного дешевле, и обойдется нам в 15000 рублей. Оба процессора имеют на борту по 6 ядер, однако 12 потоков имеет только Ryzen 5 3600. Но скоро вы увидите, спасают ли Ryzen его дополнительные потоки. А пока мы перейдем к тестам Cyanobench R15. Процессор от Intel набрал 1162 балла. А вот процессор от красных, как всегда, бьет любую синтетику и набирает 1443 балла. Стоит дешевле, набирает больше. Чудо, а не процессор. Но не все так просто. Давайте посмотрим на его возможности в играх, и уже в конце можно будет сделать какие-то выводы. Итак, тестовый стенд. Для обоих платформ использовалась одинаковая оперативная память и одинаковая видеокарта. В качестве платформы под Intel Core i5 9600 использовалась материнская плата от Acerog Z390 Phantom Gaming. Для Ryzen 5 3600 использовалась материнка от Asus Rockstrix X470. Оперативная память в обоих платформах работала на частоте 3200 МГц с 16-м набором таймингов. В качестве графического зверя использовалась RTX 2080, без Ti. Все игры тестировались в Full HD при максимальных настройках графики. Первая игра на тесте Assassin's Creed Odyssey. Как видите, в начале разницы в количестве кадров практически нет. Однако при прогрессовке самого мира можно заметить падение фреймрейта на Ryzen 5 3600. Ай-5 же держится немного лучше и не проседает до 70 кадров. В бенчмарке Far Cry и New Dawn однозначная победа за i5 9600. В среднем он обходит красного конкурента на 15-20 кадров. Но я думаю, все знают, из-за чего такой результат. Потому что Far Cry не очень любит многопоток. А вот в метро и сход ситуация абсолютно одинаковая. Оба процессора показывают одинаковый фреймрейт. В некоторых ситуациях можно даже увидеть меньшую нагрузку Ryzen 5 3600. Но это скорее всего зависит от количества потоков. Все-таки у него их больше. А так на обоих процессорах играть в метро очень комфортно. В Shadow of the Tomb Raider победа, как ни странно, за i5 9600. Ryzen остался позади в среднем на 15 кадров. Очень странный результат, учитывая, что Лара любит многопоток. Ну и напоследок давайте посмотрим на бетчмарк Red Bull 6. Тут ситуация как и с метро. Оба процессора плюс-минус показывают одинаковый фпс. Иногда, конечно, кто-то вырывается вперед, а иногда кто-то проигрывает. В целом, оба справляются отлично. Ну что ж, а теперь давайте подведем какой-то итог. В целом, процессоры показывают неплохие результаты. Если вы задумываетесь взять себе один из них, то результатом вы будете довольны. Обновленный Ryzen намного лучше выглядит по сравнению со своими предшественниками. Но i5 9600 все равно выигрывает его в некоторых играх. Также стоит отметить, что i5 стоит на 1500 рублей дороже. Если выделять из обоих процессоров что-то особое, то, думаю, можно отметить только наличие 12 потоков у Ryzen. Для рабочих задач лишним это точно не будет. Ну что ж, я думаю, вы уже давно сделали для себя вывод, какой процессор вам по душе. Не забудьте поделиться своим мнением в комментариях, а я с вами прощаюсь. Стабильного вам фреймрейта и пинга на серверах. До скорых встреч!